Добрый день, меня зовут Эмилия Корсакова, я являюсь ведущим юристом группы компании РУС, и сегодня наша тема будет посвящена еще одному узкому сегменту финансовых услуг, имеющих отдельное правовое регулирование, рекламе, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. Сразу обращаю ваше внимание, что речь в данном случае идет не только о жилых помещениях в многоквартирных домах, как это принято считать, но и, например, о нежилых помещениях. Первое, на что сразу обращают внимание юристы, это указание в макете рекламного материала наименование застройщика. Оно может быть указано как полное, так и сокращенное. Кроме того, рекламодатель может использовать коммерческое обозначение застройщика. Каждая из них содержится в проектной декларации и может быть использована в макете рекламного материала только в том виде, в котором оно там и указано. Например, коммерческое обозначение застройщика указано в пункте 1.6.1 проектной декларации. Обычно мы не запрашиваем все требуемые по закону документы, поскольку нам в любом случае необходимо убедиться в том, что они размещены в единой информационной системе жилищного строительства в информационно-телекоммуникационной сети интернет наш.дом.рф. Но такое право запросить и получить документы для ознакомления у рекламораспространителя есть в силу статьи 13 Федерального закона о рекламе. Также в макете должно быть указание на тот факт, что с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. При этом можно указывать и иные сайты, где можно ознакомиться как с объектом строительства, так и с документами по нему, но указание на единую информационную систему является обязательным. Много споров вызывает положение нормы закона, касающейся коммерческого обозначения объекта. Напомню, что закон не считает его указание обязательным, но если рекламодатель использует его в макете рекламного материала, то оно должно быть указано в точном соответствии с проектной декларацией, а именно пунктом 10.6.1. Отмечу, что в данном пункте может быть указано бесчисленное множество вариантов коммерческого обозначения объекта, и использовать в макете можно любой из них, если они указаны через точку с запятой. Обращаю ваше внимание, что все перечисленные требования распространяются также на рекламу, связанную с уступкой прав требования по договору участия в долевом строительстве, и наоборот становятся не нужны после ввода объекта долевого строительства в эксплуатацию. Зачастую реклама, посвященная долевому строительству, содержит предложение по ипотеке. О том, как правильно должна быть указана данная информация, смотрите в нашем выпуске, посвященном кредитам и вкладам. Подытоживая данный обзор, хочу отметить, что при согласовании макетов рекламных материалов, касающихся долевого участия в строительстве, мы исходим исключительно из представленных документов и информации в них, не применяя ничего сверх того, что уже придумал и разместил рекламодатель. Мы очень надеемся, что наши разъяснения помогут вам в дальнейшем создавать креативы, которые будут как достигать поставленные маркетинговые цели, так и соответствовать закону. Продолжение следует...